В эфире программа «Актуальное интервью» студии Ольга Русул. Здравствуйте! Новая жизнь мировых хитов, неожиданной обработки. Так презентует себя музыкальная группа, известная в Ненецком округе «Рокетплей». В этом году группа представит регион на конкурсе «Новая звезда-2022». О творчестве, гастролях и планах поговорим с Александром Чемисовым и Татьяной Золотуевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про вашу группу, когда она была организована и что обозначает название группы? Ну вообще, если брать прямо самые истоки, то первая репетиция группы была в далеком 2015 году. Мы собрались, мы попробовались и на время все это затихло. Но в 2019 году, уже обновленным составом, мы начали активно действовать, заниматься, репетировать, играть, выступать. Идея пришла давно, на самом деле. Очень давно хотелось создать именно коллектив с определенным репертуаром. И репертуаром именно такого характера популярной песни в рок-обработке, в неожиданной обработке. То есть «Новая жизнь», «Старым песням». А название? Название? Да, что это обозначает и откуда оно вообще пошло? Ну, постоянно спрашивают, да, вы не первая. Вообще, в принципе, как такового, прямо названия, перевода названия, его нет. Если переводить с английского языка, «рокет» — это ракета, «плей» — это игра. Ракетная игра, если будет удобно. Если вот так вот. Но есть игра слов интересная. Но есть игра слов, потому что изначально мы должны были быть не «рокет-плей», а два слова «рок-ит». Типа «потряси» это там, ну, типа того. И потом вместо «рокет» стало «рокет». Так и прижилось. Так и прижилось, да. Еще вы себя позиционируете «анти-ковер-бенд». Что это такое и почему анти-ковер? А вот тут все легко объясняется. Вообще, кавер-бенд, да, кавер-команда, команда, которая играет кавер, и сейчас в нашей реальности обрело несколько иное значение, чем это было изначально. То есть кавер-команда — это команда, которая ноту в ноту переигрывает что-то, что уже было сыграно. Мы же являемся кавер-бендом в традиционном понимании этого слова. То есть берется какая-то вещь, она изменяется, на нее пишется аранжировка, своя авторская. И, собственно, в обновленном варианте она выставляется на суд зрителей. Поэтому, раз сейчас кавер-бенд — это все-таки команда, которая переигрывает полностью, да, вещи, то мы называли себя анти-ковер-бендом. А сколько человек в группе? Шесть человек. Татьяна перечислит сейчас. Да, ну, наш фронтмен — Александр Чемисов, соло-гитарист Евгений Карпунин, бас-гитарист Николай Соболев, бэк-вокал Евелина Харина, барабанщик Иван Хризов, и клавиша Татьяна Золотоева, да. А репертуар как можно обозначить, что это? Это только рок, это что? Если по жанровой составляющей, да, то это рок, да. Если мы очень долго, вообще любая команда очень долго и мучительно определяется своим музыкальным стилем, после таких же долгих мучений мы решили, что мы играем пост-гранж. Пост-гранж и, да, неожиданно, да? Это что-то новенькое, да? Нет, ну так оно и есть, я просто очень долго смотрел. У нас даже есть свой определенный стиль, громко-тихо, что характерно именно этому стилю. То есть мы когда делаем какие-то, берем песню, да, хотим сделать какую-то аранжировку, и сразу решаем, мы делаем ее как-нибудь вот так вот или в стиле рокет-плей. Да, у нас есть такое устоящее выражение. И самая такая яркая, скажем так, песня, которая сделана в стиле рокет-плей, это наша авторская аранжировка на песню «Зима в сердце», которую мы все хотим выпустить. Она уже наполовину записана, мы хотим сделать клип, мы все много чего хотим, и, надеюсь, мы все-таки это когда-нибудь сделаем. А все-таки репертуар, потому что я перепутала вопросы. Да, что в репертуаре, сколько песен, какие песни попадают в обработку? Ну вот какая песня 100% попадет в ваше внимание в обработку? Что это может быть? Какая песня попадет, вообще не угадаешь никогда. Это просто «пэмс» или «не пэмс». Мы не угадываем обычно. То есть это бывает по-разному, если с конца начну отвечать. Это бывает так, что просто слышится песня какая-то, и вот, например, мы слышим ее сразу, как она должна звучать. Я слышу, например, кто-то еще. Все, как она в другом плаву звучит, я уже, в принципе, знаю. И мы приходим, я прихожу на репетицию, мы с ребятами делаем аранжировки, каждый вносит свою лепту, естественно. Бывает так, что вот вроде бы песня хорошая, да, такая потенциально, потенциально можно ее подвергнуть воздействию музыкального скальпеля, но вот мучаем, мучаем и мучаем, мучаем, и не получается. Такая была интересная история, когда мы готовили концерт «Жив», мы, естественно, это по творчеству Виктора Цоя, два раза мы здесь его презентовали, первый раз презентовали, второй раз просто он был показан. И песня «Группа крови», ее никак нельзя было обойти вниманием, мы должны были сделать аранжировку, да, и изначально мы хотели сделать что-то жесткое, что-то в стиле вот таком рваных аккордов, четких рваных ритмов, но попытались, не получается. Мы кардинально пересмотрели свой взгляд, и теперь эта песня у нас в таком абсолютно новом осмыслении, в акустическом варианте все музыканты играют в акустике, там даже барабанов нет как таковых, получилось круто. И к репертуару, да, репертуар, как я уже говорил, состоит из популярных песен, которые в авторской обработке, по большей части. Изначально, когда мы только начинали, мы, конечно же, смотрели, как это делают другие музыканты, как это делают крутые группы, есть отличная команда, называется «Рок Привет», наши кумиры, вот, они делают классные вещи, они просто берут одну песню, другую, популярные, да, из разных даже жанров, из разных вообще эпох, там, ну, как угодно, соединяют все это вместе, и получается очень круто. Вот. И грешны мы брали у них несколько вещей, потому что реально круто делают. А сейчас же мы уже идем в сторону того, что аранжировки все практически авторские, и уже очень скоро мы начнем работать над своим авторским материалом полностью. Не так давно группа «Рокетплей» в прошлом году участвовала в конкурсе на гимн Буранды, вот, и песня «Рокетплей» победила в конкурсе, и очень надеюсь, что в марте будет презентация гимна как раз-таки. То есть гимн будет, да, потому что я задавала организаторов, вот судьи не знают, я его судьи спрашивала, они не знают, что там… Судьи не знают? Нет, они сказали, что еще не знают. Не знаю, нет, судьи соревнований не знают, что там будет, я задала вопрос. А, ну вот сюрприз будет для всех, да, да. Ну, получилось прикольно, в стиле «Рокетплей», вот. И, ну, не знаю, мне кажется, песня вышла удачно, это достойно. Причем гимном не в традиционном понимании слова, вот это в этом тоже были определенные непонимания с определенными людьми, что раз гимн, значит, он должен звучать прямо гимну, союз нерушимых, там, республик свободных. На самом деле нет, есть несколько понятий гимна, как, допустим, традиционное понятие, так и такой коммерческий гимн, типа, да. Это просто, может быть, песня с торжественным характером, которая отражает суть мероприятия, явления, ну, чего угодно. И она вполне может называться гимном. Поэтому у нас гимн Буранды. А если говорить еще о репертуаре, это только русские песни или есть иностранные тоже? Татьяна. Ну, у нас, наверное, по большей части, хотя сейчас, наверное, 50 на 50, если учитывать еще программу, которую делали по Виктору Цою, но много зарубежных. И несмотря на то, что, казалось бы, песня зарубежная, и будут ли подпевать, подпевают очень хорошо, люди знают эти песни наизусть. И последние концерты показали, что и русская, и зарубежная, она пользуется спросом у аудитории. Вообще, изначально, да, направленность группы была именно переосмыслывание западной попсы, скажем так. То есть попсовая песня, западная сия, там, Кристина Гильера, ну, кто угодно, да. Вот, и в рок-обработке. Но с течением времени мы и русское стали брать, и все нам и то стало нравиться, и это нравится. И, в общем, у нас такая сейчас 50 на 50 сборная солянка. А сколько альбомов записано? Я видела вот точно один клип, я видела в интернете. Альбомов очень много, целых ноль. Вот, у нас ноль альбомов. Но мы не унываем. Вообще, нет такой задачи записать альбомы. Есть задача записать синглы. Вот, и в самом лучшем, там, скажем так, нашем чаянии пустить их в ротацию. Где-нибудь, например, на телеканале «Север», да, или на радио «Север», на самом теплом радио. До альбома, мне кажется, все-таки нужно еще не дорасти, наверное, а должен быть определенный, определенный свой материал, причем не обязательно свой, как вот авторский, да, тот, который составит концепцию альбома. Взять просто диск, напихать туда всего, чего угодно, нам кажется, это не очень правильно. Поэтому пока мы об альбоме не думаем. Зато о клипах, да. Клип у нас был один снят на песню Виктора Цоя «Кончится лето», тоже в нашей авторской обработке. Получил он в целом положительные отзывы, хотя не обошлось и без ложек йогти, причем таких горьких. Но мы рады любой критике, если она конструктивная. А вообще, как вы реагируете на замечания, и не только замечания, а вообще, как вы реагируете на, неправильно сказать, реакцию, это будет автология. Ну вот когда ваши фолловеры высказываются по поводу… Ну, по-разному, когда, в смысле, в негативном плане, да? Нет, не только в негативном, а вообще, насколько влияет критика, насколько влияет похвала на ваше творчество. Ну, в любом случае, влияние есть, нельзя, вот просто любой человек, я могу так сказать, да, любой человек, который говорит, да мне все равно на этих людей, что они там говорят. Я играю для себя, я уличный музыкант, там, и ваша эта коммерция мне вообще не нужна, коммерция в широком смысле. Он врет. Потому что все те, кто играют для себя, и кому все равно на мнение, они сидели бы дома, играли бы для себя, никто бы не выносил на суд зрителей свое творчество. Вот, так или иначе, когда хвалят, хорошо, то есть, да, когда не хвалят, тоже, как бы, хорошо, с одной стороны, потому что, если критика конструктивная, это помогает развиваться в команде. Мы рады любой критике. Ну, на негативные отзывы по-разному, кто как реагирует. Таня плачет постоянно, там, ночами приходит с красными глазами, все подушки у нее в слезах. Жалуюсь, забрали лайки там, я не знаю, еще что-нибудь. Коля, наш басист, он там скрипит зубами. Это шутка, конечно, все. Мы нормально к этому относимся. Ну, скажу, вот, кстати, что любая критика, особенно если, может быть, даже в чем-то неконструктивная, для меня это источник контента, для наших социальных сетей, потому что, ну, обычно хороший отзыв идет на это. То есть, люди смотрят, что пишут другие люди, спорят или соглашаются, то есть, дискуссию можно из этого хорошего сделать. Поэтому, в общем-то, если о нас пишут что-то, вот, в том числе на сторонних ресурсах, да, как было, например, в Усинске была публикация о нашем концерте. Скажи, что вы сказали там. Ой, я дословно уже не помню, но что-то вроде того, что ребята там делают Цоя, Цоя переиграть невозможно, и как же так, и зачем вы посягнули на святое. Что же они о себе думают, эти музыкантишки из Нарьин Маришка, что они посягнули на такую, как Цоя там, чтобы вы кого себе вообще вообразили? Иди-ка вы лесом. Ну, это очень цензурная, скажем так, цитата, комментария. Ну, просто человек эмоционально высказался, да, но тут же он стал приводить примеры, вот, кого стоит играть. И, в общем-то, так получилось, что нам удалось это в свою сторону даже отыграть. То есть он приводил людей, на которых нам надо равняться, а у нас уже есть камеры на этих людей, ну, это же замечательно. А вообще бывает такое часто, что ваши поклонники, они просят, чтобы вы что-то переиграли, и какие-то вот заявки слушателей. Постоянно, постоянно, и если бы мы делали концерт по заявкам, то он бы растянулся, ну, часа там три, наверное, как минимум. Вот, что-то мы принимаем, ну, в любом случае, как бы мы не любили наших там поклонников, это, конечно, слово такое поклонник. У нас есть поклонники. Фолловеры. Фолловеры, да. Как те самые два человека. Да, те самые два человека, да, которые там постоянно... Популярные среди родственников. Моя мама там, Танина, остальные родители нас ненавидят, потому что все музыканты пропадают на репетициях. Как бы мы не ориентируемся на критику, в любом случае, при выборе репертуара мы опираемся на наш вкус, на наше видение, на то, как мы видим, и какие песни мы хотим переигрывать. Потому что это правильно. Это правильно. Но поклонников мы любим все равно. Расскажите про гастроли. Где вы уже были, недавно вы с гастроли вернулись, вообще как проходят гастроли ваши? Мы недавно, ну, как прошли эти первые гастроли, единственное. В начале года, в январе, мы выехали на наши первые гастроли по республике Коми. Усинск и Сыктывкар. Было два клуба, с которыми удалось договориться. Вообще попытки выехать куда-либо предпринимались очень давно. Но в прошлом году, позапрошлом, по разным причинам это сделать не удалось. К сожалению, в этом году мы все-таки это сделали за это. Этим мы очень гордимся. Почему именно гастроли? Почему так важно выступать на каких-то других площадках, в других городах? Это очень большой показатель для команды. Чего команда стоит в принципе? Потому что в родном городе, как бы там ни было, на Ринмаре город маленький, нас все знают. Есть друзья, все знают. Ну как все, но в основном знают, что такое группа Роккеплей. Кто такой там Саша Чемисов, Татьяна Золотуева, Николай Соболев, кто угодно. Все знают. И по сути, самого большого хейта в нашу сторону быть не может чисто из уважения. Но это же свои все такое. Выезжая куда-то в другое место, где нас абсолютно не знают. А более того, еще с таким, скажем так, кейсом, что маленькая команда из маленького городка северного, которая работает не в нашу сторону при изначальном знакомстве, там уже все будет по-честному. То есть если, скажем так, группа играет так себе, то и реакция будет как минимум так себе. А по реакции людей мы, можно сказать, что мы все-таки чего-то стоим. Потому что это было страшно. Когда мы вышли на выступление в первом клубе в Усинске, там изначально просто клуб, все сидят по бокам, смотрят вот так вот просто тяжелыми глазами, тяжелыми взглядами. Что же они тут, покажите, что вы там умеете. Заиграли первые аккорды, люди узнали песню. Все, там пошли крики, пошли хлопки, аплодисменты, и все вслало хорошо. В Сыктывкаре было несколько иначе. Там народ искушеннее, видимо, да, и клуб Маяковский, где мы выступали, это профильный, это рок-клуб, профильный клуб, где выступают команды, причем именитые в том числе. Там народ, скажем так, ждал, наверное, песни 2-3. И вот на четвертую начали раскачиваться, и когда уже достигла апогея, когда ты видишь, что зал качается вместе с тобой, это просто пик эмоций. А в Наринмаре, кроме Арктики, вы где еще выступаете? Так, мы выступали, ну, в основном Арктика. Мы выступали, у нас есть площадка арк-клуб караоке, где выступают многие команды, многие исполнители. Наринмара, где еще? Мы выступали на отличном мероприятии, не формат называется, он проводился в разных местах, вот в туристическом центре, организовывая площадка, и где-то в лесу. Мы поехали куда-то в лес, на третий километр Лайвожской дороги. И там что-то было. Там что-то было, там тоже выступали. В клубе Нордхолл выступали. Ну, в принципе, все самые крупные площадки, которые здесь есть, мы захватили. Сейчас мы получили приглашение выступить в Искальском ДК. Там проводится что-то типа квартирника. Мы это приглашение с радостью приняли, конечно, и под это дело готовим новую акустическую программу из аж шести песен. А какие планы из глобальных по гастролям, что вы хотели бы, чтобы осуществилось в этом году? Татьяна. Ой, в этом году очень хотелось бы еще выехать летом на гастроли. Не знаю, конечно, насколько это будет реализуемо, но у нас есть давние друзья в Пскове. Мы бы хотели попасть в Псков, мы бы хотели попробовать выступить в Питере. Ну, это вот из таких, так сказать, из плана минимум. Ну, план максимум, там, я не знаю, может быть, по пути снова захватить Республику Коми или что-то еще. Ну, вот, опять же, в чем польза выезда, например, для музыкантов? То есть, да, можно говорить, что зачем, зачем, зачем вам это нужно? Сами собрались там на свои деньги, там на свои машины, поехали. Зачем это, в общем-то, сидите здесь и играйте. Да, так, да, горе, лихо про возвращение. Да, но на самом деле, вот, когда выходишь после долгой дороги, то есть мы даже практически не спали, там, буквально эти три часа, у нас были ночные выступления, буквально три часа на сон, и снова едешь в дороге, снова там 12 часов, и знаешь, что вечером тебе надо снова выйти на сцену, отыграть, и отыграть не то, что ты там уже устал, и ты уже не понимаешь, зачем ты здесь, а дать людям энергию. Причем между приездом и выступлением, собственно, прошло буквально минут 15. Мы приехали с 12-часовой дороги, и там хоп-хоп-хоп, марафет у девчонок, ну, парней, вот, и все, вперед на сцену. Ну, то есть ты понимаешь, насколько ты растешь в этом плане, то есть работаешь, 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 над собой работаешь в том числе, и стремишься зрителю дать вот эту вот какую-то положительную энергетику. То есть рост есть, не просто так, выехал там, не из-за чего. А какие трудности именно вот в гастролях? Что, вот вы сейчас поехали, с какими трудностями вы столкнулись? Именно трудности в передвижении, трудности в выезде самом, как технические, так скажем. Ну, я со своей стороны скажу, что по моему видению команда в самой поездке со сложностями не столкнулась. То есть было много вопросов подготовительных. Много было трудностей, где-то была поддержка, где-то было, наоборот, сопротивление. И вот в этом как раз была главная проблема. То есть и так такой волнительный момент, когда ты за несколько месяцев договариваешься с клубами. И даже когда мы уже выехали, опубликовали пост о своих гастролях, началась там такая небольшая волна хейта. Зачем вы поехали? Да, этот зимник, да, вы осознательно ехали в закрытый зимник. Да, как вы посмели? Со своей стороны тоже добавлю, что именно в дороге, да, тоже столкнулись с определенными трудностями на превозвращении. Мы живем в Наринмаре, мы живем в сложных климатических обстановке, сложной транспортной доступности. Да, у нас единственная дорога зимой – это зимник. Он непредсказуем. Никогда нельзя сказать, что да как. И когда мы поехали, действительно, да, зимник был закрыт, но у нас были пропуска на дорогу. То есть мы не сунулись просто там в сугробы и доставайте нас. Нет, все, мы узнали про состояние, мы останавливали машины, спрашивали у них, как там, что дорога, да, проходили даже легковушки, говорили, все нормально. Ну, нормально, нормально, поехали. И туда-то все мы проехали замечательно. Обратно мы поехали тоже, зимник был пока что открыт, но мы опять же поехали по новой дороге, которая должна сдаться на конец 23-м году, насколько я знаю. И прогнозы тоже были замечательные, но проблема была в том, что, ладно, заносы снежные, мы там все копали сами и лопатами, и вытаскивались. Если бы проблема была только в этом, мы бы все преодолели. Фуры. Я свою бытность, три года, я знаю, что такое зимник, я три года был дальнобойщиком, ездил на КамАЗе в Архангельск, еще по тому большому зимнику, который был здоровый. И вот смотря на ситуацию сейчас, да, вот на поведение людей, скажем так, да, очень многое изменилось, вплоть до того, что, может быть, потому что тогда было иначе, потому что никто не рассчитывал на какую-то спецтехнику, а только на себя, да. Вот, но сейчас, если человек застрял, допустим, да, и он видит, что он перегородил всем дорогу, он может просто выключить фары и лечь спать. А-а-а! Вот, никому не в обиду, да, просто вот для меня это было, конечно, дико, да. И, собственно, там другие тоже, вот люди могут стоять просто и, ну, не вытаскивать. А причины озвучиваются всякие разные, от того, что, как бы, я не хочу, и до того, что просто я не умею ездить задом с полуприцепом. Вот, я тоже водил 20-метровый КАМАЗ, вот, с прицепом Картсборхера. Ну, и как-то это было позорненько, вот так признаться, что не умею ездить задом. Зачем тогда вообще полез, собственно? На зимний. Да, и поэтому мы потеряли кучу времени, мы, естественно, подготовились, мы запаслись там и топливом, и вещами, все такое, но даже все наши запасы уже подходили к концу, потому что мы двое суток ехали с Альтывкара. Вот, мы не планировали даже столько, и вот эти, конечно, трудности, сложности имели место быть. Давайте к творчеству вернемся. Да, вернемся к тому, что сейчас информация прошла, да, прошла информация практически на всех ресурсах региональных о том, что вы принимаете участие в конкурсе «Новая звезда». Что это за конкурс? Как вы туда попали? Что вообще? Что? Мы вообще не планировали, на самом деле. Вот, ну, конкурс «Новая звезда» — это федеральный вокальный конкурс, который проводится при поддержке Министерства обороны на федеральном телеканале «Звезда», где отбираются лучшие участники с каждого региона, вот, и они представляют свой регион на этом конкурсе. Конкурс жесткий, сразу скажу, да, там очень компетентная и строгая жюри, вот, представитель жюри Максим Дунаевский, например, да, также в жюри есть Зара, певица, Юрий Николаев, Юлия Савичева, вот. Мы вообще не планировали, просто в какой-то момент к нам в группу в «Роккеплее» пришло сообщение от организаторов, типа, здравствуйте, вот мы с «Новой звезды», не хотите поучаствовать? Мы такие, ну да, ну запланировали заявку. Мы заполнили, и нам сказали, что все, пожалуйста, приезжайте, как бы, то есть вы, ну, в общем, вы в «Танцах», да, вы в «Звезде». Ну вот, что еще можно сказать. А как вы выбрали песню, которая будет? Все не так просто, не совсем от группы зависит, от исполнителя, что будет, какая песня будет исполнена. Мы представили на, для выбора организационной команде, да, команде, несколько вещей, которые у нас были, которые, на наш взгляд, там, такие самые оптимальные, и они из них выбрали одну. А там тема какая-то есть, она должна была соответствовать теме, или это любая? Нет, в общем, там есть моменты, которые, которым, согласно которым выбирается та или иная песня. Вот, соответствие конкурсной программе, соответствие конкурсу, да, какие-то еще моменты, мы в это не вдавались. Это дело именно креативной творческой команды проекта «Новая звезда». Ну, выбрано уже произведение, которое будет в конкурсе участвовать, а можно говорить, что это записывать нельзя, да? Нет, вообще ничего нельзя говорить. Мы связаны контрактом, там, дикие суммы неустойек, поэтому... Хорошо, что там написано, там написано в новостях, что 9 апреля мы должны смотреть, голосовать, что, подробности? 9 апреля, мы не знаем даже точно, 9 апреля, или, ну, первый будет наш эфир, или второй, там, или какой-то еще, да, но с 9 апреля начинается уже показ эфиров телепроекта. Вот, мы очень надеемся... Могу в камеру посмотреть, да, сейчас? Да, конечно. Друзья, мы очень надеемся, что вы посмотрите, и мы безумно надеемся на вашу поддержку, на то, что хотя бы просто примите участие в просмотре. Вот, мы там не просто так, мы действительно представляем регион, и для нас это огромная честь, просто действительно. А что нужно делать? Нужно голосовать? Все будет видно, мы ни это даже не можем сказать. Ясно. Может быть, нужно будет, может быть, нет, кто знает. А это первый конкурс, или были какие-то еще конкурсы, и вообще... Да, были, мы участвовали в конкурсе «Молодежная весна», это был 2019 год, если не ошибаюсь, взяли первое место, лауреаты. Потом мы своим концертом, по Виктору Цоеву, жив в закрытии творческого сезона, в конце сезона мы получили премию «Концерт года», наш концерт получил премию. Что еще? Ну, в общем, мы, собственно, из таких наград, наверное, все. А какие планы есть? Можно планировать какие-то конкурсы, в которых вы хотели в этом году участие принять, или в ближайшее время? Это, да, тоже очень хотелось бы попасть, кстати, на архангельский конкурс «Беломор-Буги». Буги-Буги. Мы пытались заявиться в этом году, ну вот, в каком, в 2021 году, да, но, к сожалению, уже не попали. Но вообще, по опыту общения с участниками «Новой звезды», стало понятно, что конкурсов для вокалистов и для групп, их, в общем-то, достаточно. И просто надо найти. Надо идти, конкретных планов нет. Есть желание. Конечно, мы хотим участвовать в конкурсах, мы хотим что-то там делать, но, во-первых, обстановка такая сейчас, с ковидной, да, неблагоприятная. Очень сложно это планировать, в принципе. Ну, во-вторых, мы пока отдыхаем от «Новой звезды» и от гастролей. А есть в группе профессиональные музыканты? Смотря что считать профессиональным музыкантом. Если имеется в виду человек с музыкальным образованием, то да, есть. Это у нас гитарист, наш гитарист Евгений Карпунин. У него закончен целый колледж музыкальный, архангельский. Вот все остальные как-то вот только с музыкальными школами некоторые. Я, по-моему, Николай Соболев и, собственно, и Татьяна Золотова, да. Я не знал. А ты закончила? Да. Одиннадцать лет проучилась, даже на два года больше, чем положено. Ты вторготница? Нет. Мне просто очень нравилось. А, ну. Вот. Я закончил по классу баяна музыкалку, но тоже профессиональным музыкантом именно с точки зрения наличия музыкального образования, наверное, считаться не могу. Если же исходить из того, что профессиональный музыкант, который работает, то да, у нас целых три человека. Ну, внутреннюю грамоту все знают, все смотрят. Не все, не все. Но это и не требуется. Ну, там, у меня, как руководитель, свой подход, скажем так, к разучиванию партии, да. То есть, тем, кому это нужно, что? Да, я вспоминаю наш маленький музыкальный словарик, там, навешивать картошки. Да, да, есть, есть, я помню, там, колян, допустим, играй картошку. Это, значит, просто ноты обычные, там, одинарные ноты, целые в такте. В общем, простые ноты, грубо говоря. Ну, на самом деле, интересно наблюдать, как Александр объясняет партии. То есть, понятно, что мы там не тут синкопа, ну, ладно, синкопу мы еще используем. Ну, уже узнали, что это синкопа, слава богу. Да. Барабанщик, допустим, вот так вот примерно это все выглядит. Но это смешно, конечно, да, но... Но это действенно. Это действенно, это заменяет всю нотную грамоту, в принципе. То есть у нас написаны вот именно партии, табулатуры, да, какие-то подобия партии, скажем так. Это только у Татьяны и у Николая. Татьяна, потому что боится забыть ноты, а Николай, потому что аккуратист. Он любит все по этим, чтобы все было на листочке, чтобы все было на всякий случай записано. И вот, собственно, остальные все играют по памяти, и это круто. А в Наринмаре, когда следующий концерт ближайший, вообще на Наринмар какие планы на ближайшее время? У нас планируется очень большой отчетный концерт. Я могу ошибиться с датой, по-моему, 23 апреля, если я не ошибаюсь. Ну, в апреле точно, дату не могу сказать сейчас. Тем более все еще может измениться, опять же, то есть она может перенестись. Про тему концерта пока говорить мы не будем. Вот, но это будет что-то интересное. А насколько в округе комфортно созданы условия для занятия творчеством, для музыкального творчества, для таких групп, как ваша группа? Насколько здесь удобно творить? Сложный вопрос, на самом деле. С одной стороны, вроде бы как бы в Наринмаре, при учете наличия Дворца культуры Арктика, допустим, да, еще вот ДК созвездий в Искателях, наличие репетиционных точек, да, вроде бы условия все созданы. Вроде бы все действительно-то есть. И там занимайся, занимайся. Но с другой стороны, опять же, не хватает какой-то поддержки именно групп, которые хотят не просто творить, скажем так, в рамках в твоем маленьком локальном соку, а что-то делать. То есть тут уже, как бы, мне кажется, вот нужно прорабатывать. Такой поддержки, ну, как бы, ее недостаточно, на наш взгляд. На самом деле у нас вот была идея, мы могли бы показать вот наш такой авторский проект, да, режиссера Екатерины Кожевниковой, программу нашу по Цою. Концерт-жип, про который мы говорили. Да, мы могли бы, например, показать ее в других регионах. То есть у нас уже был опыт, когда мы получили поддержку портала Культура.РФ и транслировали этот концерт в виртуальных концертных залах. Но одно дело смотреть его на экране, а другое дело, когда артисты могут приехать к тебе и показать это тебе, там, вживую, да, со светом, со звуком, с театрализацией, там, какая была поставлена, очень все здорово было. И нам бы очень хотелось, например, показать этот концерт также в Усинске, да, в Якову, об этом говорите? Ну да, так разговоры, в принципе, идут. Вот, и... Очень много сложностей, на самом деле, как бы, то есть никто специально их не чинит, конечно, да, но, тем не менее, есть определенные сложности, да, то есть нельзя просто так взять и показать, да, то есть, ну, проект очень хороший. Мы два раза его делали в Наринмаре, да, оба раза был солд-аут полный, полные залы, отличные отзывы, да, как бы действительно хороший, там, это и тандем получился классный, театрализация вместе вот с авторскими обработками песен Виктора Цоя. Там и рассказана история, какие-то показаны интересные моменты, неизвестные до этого широкой публике, да, но невозможно в таком маленьком городе, как Наринмар постоянно показывать один и тот же концерт. А он, как бы, есть, его можно просто показать где-то в других местах. Сейчас, на данный момент идет так же, мы ведем переговоры с площадками Москвы, вот, не с самыми большими, да, но и не с самыми маленькими, потому что проект требует определенной технической, скажем так, базы, площадки, где он будет, если будет презентоваться, где он будет показываться, вот, и с площадкой Архангельска. Не знаю, как это, что из этого выйдет, причем основа некоммерческая, да, то есть группа за это ничего не получит. Мы хотим только возможности. Нам не нужно за это денег, вот, на данном этапе, да, просто нужна возможность выступить где-то еще. Ну, опять же, неплохо, что это же круто, группа из Нинецкого округа и будет завоевывать зрителей за пределами. Мы только за, ой, мы только за, и сделать там все, что угодно, да, просто нужна возможность, нужны эти возможности, как бы, если бы они были, ну, за нами бы дело не стало. Ну, программа наша к концу подходит. Большое спасибо, что вы нашли время, я желаю вам возможностей, чтобы, да, чтобы про Нинецкий округ узнавали в разных регионах. Спасибо. А я напоминаю, что мы говорили о гастролях и планах с Александром Чемисовым и Татьяной Золотоевой, участниками группы RocketPlay. До свидания, до встречи в эфире. Продолжение следует...